Во-первых, по поводу альтернативной энергии, можно посмотреть все мировые экспертные оценки, они же опубликованы везде, можно зайти в интернет. То, что лапшу вешают на уши по телевизору, это такой бизнес, нужно что-то делать, а если посмотреть обзоры мировые, американские энергетические ассоциации, каких-то экспертных агентств, крупнейших нефтяных компаний, которые делают обзоры, можно увидеть, что к 50-му году доля этой энергии точно не будет превышать 30%, это самые оптимистичные просто. Тридцать. Тридцать. Самые оптимистичные. Я думаю, что буквально опубликован был экспертная оценка БИПИ, он буквально позавчера упоминал, он тоже говорил о том, что вчера в Альметьевске, когда выступал, что это первые 10-15% на самом деле, эта энергия будет занимать долю. Это очевидно. Например, чтобы поставить ветряки, сколько нужно нефти, один ветряк весит 12 тонн для ветряка, пластиковый, а потом сколько энергии нужно для этого делать, это стоимость этой энергии, если государство датирует, понятно. Можно такую цифру привести, например, в Южной Америке во многих странах до 75% энергии – это гидроэлектроэнергия. Понятно. Это анды, там все понятно. Все течет. Течет, поставил плотину, и все хорошо. Но можно привести на другую цифру. Сегодня 75% энергии в Китае получается за счет сжигания угля. Как в прошлом веке. Да. Эпоха нефти уже кончилась, по заявлению политиков. А эпоха угля кончилась больше, чем 100 лет назад. Поэтому, вы знаете, все это условно. Соединенные Штаты Америки, доля реальной альтернативной энергии в их общем энергетическом обороте, это солнечная, метровая энергия, биотоплива, она около 1%. Всего? Да, всего. А 25% энергии они получают из угля, за счет сжигания угля. Даже не газа, а угля. Это же варварцы, это же экология. Экология колоссальная. То есть, когда разговоры, нужно просто считать цифры, и вы увидите, что практика такова, что вот эта энергия будет пропадать еще долго. Другое дело, что нужно сделать ее экологичной, добычу делать экологичной. Вот сегодня выясняется, например, что добыча сланцевого газа, сланцевой нефти приводит к колоссальному загрязнению атмосферы парниковыми газами. Почему? Потому что, когда вы будете скважиной, делаете гидроразрыв, этот метан попадает не только в заряжи покрышку, но он уходит в атмосферу. В этом году была опубликована статья американских ученых, Гарвард, еще несколько университетов. Они изучали эмиссию метана в Соединенных Штатах за последние 15 лет по спутниковым данным. Сами американцы опубликовали. Было показано, что за последние 10 лет 60% прироста метана парникового газа для глобального исходит из маленькой территории в Оклахоме. То есть 60% прироста метана парникового газа из территории Оклахомы исходит. А чем вызвано? Ничем вызвано там не пишется. Вызвано понятно, чем. Это вызвано добычей сланцевого газа, сланцевой нефти. В смысле это в одном месте? Да, в одном месте. Понимаете, когда мы добываем… То есть мы же не считаем, сколько там выделяется. Когда мы делаем гидроразрыв, мы как бы нарушаем природные равновесии, и этот метан начинает выходить. Он попадает в атмосферу, окисляется, превращается в СО2, там все, так сказать, начинается процесс. То есть эти процессы слишком сложные. То есть не то, что сгорание может приводить к потеплению, выделению СО2 парникового газа, метана СО2, но также и добыча. Вот эта проблема, она существует. Но то, что мы не сможем заменить органическое топливо каким-то другим видом энергии, это однозначно. То есть весь этот оптимизм по поводу альтернативной энергии… Стремиться к этому надо. Да, стремиться к этому надо. Хотя мы как бы добываем нефть, стремиться к этому надо. Но это очень тяжело. Тем более сегодня, при такой стоимости нефти, все эти альтернативные источники не получают развития, потому что они дорогие. Сегодня все делают деньги. Экономика считает. Они говорят, что мы не будем топить нефтью, газом, углем, потому что это дешево. Конечно, если нефть будет стоить 200 долларов за баррель, альтернативная энергия будет развиваться бешеными темпами. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр!